Девочки, мальчики, всем огромный привет! Привет моим подписчикам и тем людям, кто видит меня в первый раз. Меня зовут Мария, рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня у меня будет долгожданное видео для меня и для вас. У меня были запросы на эту тему, о том, как я ухаживаю за своей обезвоженной кожей, как ухаживать, какие средства я посоветую для обезвоженной кожи в переходный период. И поэтому я решила снять видео о своих самых-самых любимых продуктах, о тех, которые я могу вам посоветовать, о тех продуктах, которые спасали меня, которые нравятся мне на данный момент, которые подходят мне на переходный осенний период. И также о тех продуктах, которые я не советую покупать вам, если у вас обезвоженная кожа, ни в коем случае. Даже если я не знаю, что случится, больше никаких продуктов в магазине не останется. Вот именно есть два продукта, с которыми я столкнулась этой осенью, который ни в коем случае нельзя покупать, особенно девушкам с обезвоженной кожей. Итак, если у вас обезвоженная кожа и вы выбираете для себя идеальный уход, то оставайтесь со мной и желаю вам приятного просмотра. Прежде всего, по своему опыту я выяснила, что обезвоженная кожа это совершенно не одно и то же, что и сухая. Потому что обезвоженная кожа это прежде всего кожа с нарушенным гидролепидным балансом. То есть сухая кожа, она такая сухая, потому что у нее нет, скажем так, жирности достаточной. У нее нет столько сальных желез, чтобы давать этот, скажем так, сальный жир. А обезвоженная кожа имеет вот этот вот самый резерв. То есть она по факту является не сухой кожей, а кожей, скажем так, у которой есть нормальная жирность в определенные периоды. Но в определенные периоды она сухая по тем или иным причинам. Итак, у меня обезвоженная чувствительная кожа. И что я вывела для себя секрет красивой кожи в моем случае, это правильное качественное очищение. Так как все-таки мои сальные железы имеют тот самый резерв, они мне выкидывают жирный блеск. Скажем так, в переходный период у меня были проблемы с угрями, с прыщами, со всем остальным, как у всех нормальных людей. Поэтому для меня важно очищение. Качественно хорошее очищение до скрипа. Но при этом средство не должно пересушивать мою кожу, не должно мое лицо стягивать. И для себя я вывела самое-самое идеальное средство. Это средство от Clorans. Я вам это средство уже показывала в видео с пятью самыми любимыми своими средствами для умывания. Это мое самое-самое любимое средство для умывания. Всем его советую. На самом деле оно идеальное, оно универсальное, оно подходит просто идеально и мне летом, и мне зимой, и мне весной. Хотя на самом деле летом у меня кожа комбинирована, у меня есть и сухие, и жирные участки. Зимой у меня кожа дикая, сухая, ужасная. И в зимний период, и в летний период идеально у меня средство это подходит. Это средство для нормальной комбинированной кожи. Это смягчащий, очищающий, пенищийся крем. Здесь 125 мл. У меня в прошлый раз этого тюбика хватило на год. При учете, что я им пользовалась весьма активно. Не то, что он у меня там стоял, где-то два месяца я им попользовалась. Весь остальной год я им не пользовалась, и потом его добила в конце. Нет. Средством я пользовалась весь год, регулярно. Некоторые месяцы постоянно у меня не было ничего, кроме этого средства. Обалденное средство, кожа просто фантастическая после него. Вы умываетесь, и у вас кожа мягкая, она живая, она не стянутая. При этом вы чувствуете, что кожа чистая, абсолютно чистая. То есть на ней ничего нет, вся грязь очищена, у вас поры чистые. Прекрасное очищение, просто вот до скрипа. Но при этом лицо, оно живое, кожа живая. То есть люди, кто мучается с проблемой очень сухой, стянутой кожи лица после умывания, поймут, о чем я говорю. У меня кожа после очень многих средств для умывания, она после непосредственно вот этого вот умывания становится вот на ощупь как бумага. То есть сухая, шершавая, и становится, чем дальше, чем больше проходит времени, она больше и больше стягивается. Ужасное ощущение, просто отвратительное. Я вот это терпеть не могу. Эта вещь просто оставляет живую кожу. Она вот бархатная, мягкая. Вы чувствуете, что она чистая, при этом она настолько мягкая, и ее не стягивает. То есть я могу какое-то время походить без тоника, без крема. После шага очищения идет очень важный шаг тагизирования. Я сейчас этой осенью использовала лосьон от Clorance. Я вам его также показывала в своих фаворитах. У меня для комбинированной и жирной кожи, без содержания спирта, что очень важно для чувствительной кожи. Что хочу отметить. Мне на лето и на осень идеально подходил этот лосьон. Но, к сожалению, я прямо сейчас уже чувствую, что при температуре минусовой на улице, мне, к сожалению, уже, наверное, не хватает его. И нужно переходить на что-то более увлажняющее. Поэтому я буду его на зиму менять. То есть вот сейчас вот допользую, так как он быстро используется. Я думаю, что где-то за, может быть, неделю или две я использую его до конца и куплю что-то другое. На лето, на осень обалденно, идеально подходит мне этот тоник. И всем советую его, у кого обезвоженная кожа. И следующий продукт, это был непосредственно мой уход этой осенью. И я честно скажу сразу, что я в диком восторге, хотя я этого не ожидала. Марка Clinique, честно говоря, это не самая моя любимая марка, так как отношения у меня с ней как-то не заладились. Еще когда я начинала, скажем так, свой путь на YouTube, у меня была трехступенчатая система, которая мне понравилась сначала. Но потом она у меня вызвала, скажем так, много вопросов. У меня испортилась кожа, мне не понравилась по итогу, скажем так. В долгосрочном периоде не понравилось мне пользоваться трехступенчатой системой. И, честно говоря, я от нее как-то отошла, но негативный такой осадок остался. Уже год назад где-то вышел этот продукт. Это крем от Clinique, Super Defense, здесь SPF 20. Вышел он где-то около года назад. И я все время как-то смотрела, думала, но не решалась. Но тут мой бьюти-блогерский интерес все-таки взял надо мной вверх, и я решила попробовать. Значит, у меня он для очень сухой и комбинированной склонной к сухости кожи. То есть тип кожи по меркам Clinique это 1 или 2. Сам крем белого цвета, он достаточно густой и жирный. При этом он хорошо расходится по коже. Запах у него такой типичный Clinique. То есть он чем-то пахнет, но по факту он ничем не пахнет. Они говорят, что у них нет отдушек. На самом деле вот все продукты Clinique уходовые, они пахнут примерно одинаково. Пахнут именно так. То есть если вам не нравится вот этот специфический запах Clinique, то, наверное, вам все-таки не сюда. Если вы ничего не имеете против, то почему бы и нет, попробуйте. Итак, что хочу сказать по поводу крема. Почему он мне так понравился, почему я в диком восторге. Я не хочу сказать, что, честно говоря, я намазалась этим кремом, стала Анжелиной Джоли, и жизнь моя заиграла яркими красками. Но мне понравилась изначально концепция этого крема, что он противостоит стрессам и негативному воздействию окружающей среды на вашу кожу. Мне показалось это интересным. То есть он как бы не заявлен как антивозрастной, но при этом говорится о том, что он предохраняет вашу кожу от тех факторов, которые негативно на нее влияют и вызывают преждевременное старение. Также здесь SPF 20, что очень важно, то есть защищает от негативного влияния солнечных лучей. То есть, девчонки, если говорить о креме на активный такой период солнечный на лето, то присмотритесь. А возможно не к этой версии, которая для более сухих типов кожи, а возможно к более легкой версии. Но присмотритесь, потому что SPF здесь достойный. Он уплотнил мою кожу. То есть моя кожа из какой-то вот такой вот сухой, очень такой сухой, непонятной, она превратилась в очень плотную кожу, которая прекрасно, скажем так, держит свою форму. Что я хочу сказать. То есть у всех у нас есть легкие такие морщинки от обезвоженности. Даже у меня есть такие маленькие морщинки от обезвоженности. Он это расправил. Какие-то мимические, серьезные, страшные морщины. У меня их нет, мне 21 год. Но что хочу сказать. То есть мы все улыбаемся. Я человек с очень мимичным лицом. Я постоянно то улыбаюсь, то смеюсь, то плачу, то еще что-нибудь происходит. И у меня часто бывает такое, что вот как соломы такие на коже. То есть это в будущем будут морщины. Что сделал этот крем? За счет того, что он уплотнил кожу. Он действительно, кожа стала более плотной, более напитанной, увлажненной, более гладкой. И за счет этого какие-то вот такие вот заломы, они стали менее видны. То есть меньше в них крем забивается тональный. По итогу дня я не вижу вот этих вот, скажем так, явных складочек. Кожа расправилась. Кожа сейчас здоровая, напитанная, увлажненная. Очень красиво выглядит. Единственный его минус, что на зиму он мне не подойдет. То есть на осень он был идеален. Обалденный крем мне очень-очень нравится. Но продолжу я им пользоваться только весной, когда температура будет плюсовая. На минус нет. На минус он уже слабоват мне. На минус я беру тяжелую артиллерию чаще всего. Это крем для очень сухой кожи, вот Кларан. Следующий продукт это просто мой фаворит. Я его год назад купила. И я до сих пор считаю, что это лучшее средство для обезвоженной кожи. И у меня спрашивали, что бы я бы советовала. Не из люкса и не из масс-маркета. То есть из миддл-маркета для обезвоженной кожи. Что-нибудь такое недорогое, недешевое. Но что бы работало. И я честно скажу, что вот единственная вещь для обезвоженной кожи, которую я 100% советую. Действительно, она из люкса, к сожалению. Но потратьте на нее деньги и вы не пожалеете никогда в жизни. Потому что это просто спасение для моей обезвоженной кожи. Это масло от Кларанс. Масло Blue Orchid Face Treatment Oil. То есть это масло для обезвоженной кожи с голубой орхидеей. И обалденное масло. Просто это реально спасение моей кожи. Оно прекрасно работает и как восстанавливающее средство. Оно прекрасно работает как ежедневный уход. Особенности на вот уже осень, на зиму, на холодный период года. Обалденно работает. Просто фантастическая вещь. Оно не перегружает кожу. То есть я наношу достаточно так обильно его на лицо. То есть я наношу его так, как советуют консультанты Кларанс. То есть я его разогреваю в руках и прижимаю к лицу. Я стараюсь по массажным линиям это все прижимать к лицу. То есть у вас так как масляное лицо становится. И где-то за час до сна я это делаю, чтобы не, скажем так, не прилипнуть к подушке лицом. Чтобы не пачкались волосы. Чтобы масло хоть немного впиталось. В принципе оно так хорошо впитывается. И ложусь я уже не с лицом как блин жирным. Но все-таки чувствуется, что нанесено маслом. Далее. После того, как я нанесла масло, я утром просыпаюсь. У меня абсолютно матовая кожа. Она плотная. Она напитанная. Она вот прям увлажненная. Увлажненная. Но она абсолютно матовая. То есть она полностью уходит в кожу. В моем случае. И у меня нет никаких не шелушений на коже. Никаких не раздражений. У меня очень красивый ровный цвет лица. Просто обалденная вещь. Мне очень-очень нравится. И за год. Причите, что я пользуюсь осенью, зимой и в начале весны каждый день этим маслом. Летом я не пользовалась практическим. Но у меня использовалось тут, скажем так, ну где-то треть флакончика. Не больше. И следующую вещь я рекомендую именно девчонкам, у кого достаточно проблемная кожа. Да и вообще как бы у нас у многих периодически вскакивают какие-то воспаления или еще что-то на лице. Но на обезвоженной коже что осложняет эту ситуацию? Я рекомендую, что нам нельзя засушивать вот это воспаление как-то сильно, потому что оно покроется корочкой, оно будет слишком сухое. И все это очень красиво выглядит и плохо корректируется. Я открыла для себя достаточно давно и отходила от этого средства, но все-таки к нему вернулась. Это масло чайного дерева от The Body Shop. Штука очень классная, потому что она прекрасно локализует воспаление. Она прекрасно его подсушивает, подлечивает. Но верхний слой оно не сушит. То есть у вас нет вот такой вот верхней сухой корки, которая ничем не убирается, никак не корректируется. И вот пока она сама не отвалится, вы ничего с этим не сделаете. Масло оно не сушит кожу, мне вот именно это нравится. И следующие два продукта я вам не рекомендую ни в коем случае брать. Даже если все в магазине закончится, если у вас обезвоженная кожа, то если сухая кожа, то ни в коем случае не покупайте эти две вещи. Так, первую вещь я вам уже показывала, это ангельская пенка от компании Organic Therapy. Это вот из той же линейки, что и Organic Shop, и из Натуры Сибири, то есть российский производитель натуральной косметики бюджетной такой. Называется она ангельская пенка для лица. То есть, знаете, на самом деле вот больше всего мне хотелось посмотреть в лицо создателю, точнее маркетологу, который назвал эту гадость ангельской пенкой. Мне вот прям хотелось каждый раз, когда я убывалась, кинуть в лицо вот эту ангельскую пенку, потому что отвратительная вещь. Я прям негодую. Почему? Потому что она просто засушивает кожу, на коже видны какие-то куски сухие. Представляете, что до умывания кожа нормальная, но вот после умывания прям видно вот эти вот сухие чешуйки на лице. Это отвратительное средство для умывания, и более того, оно очень плохо вымывает грязь. То есть кожу-то оно сушит, но оно еще и грязь из кожи очень плохо вымывает. То есть впоследствии вы получите сухую, ужасную, вот стянутую кожу, и при этом еще у вас вся грязь на ней останется. Следующее средство для умывания, оно уже из более дорогого сегмента, но просто тоже отвратительное, мне не понравилось. И более того, у меня подруга оставалась в гостях один раз, и она тоже умылась этим средством, и у нее также высохло лицо. Хотя у нее более, скажем так, приличного вида тип кожи, у нее не такая сухая кожа, как у меня, не такая обезвоженная. Она не так прям мучается с ней, как я, например, но ей также оно высушило кожу, вот стянуло, это отвратительное чувство было. Итак, это пенка для умывания, придающая сияние от компании Калистар. Я не знаю, я, честно говоря, верила в компанию Калистар, как-то, скажем так, относилась достаточно положительно, но тут это вообще... То есть это полнейший провал этой компании, потому что пенка, она вообще очень странная. То есть она выдавливается именно неровно, а она выдавливается как-то, она очень такая неравномерная. Вот, то есть я не знаю, как это объяснить, то есть это не такой вот ровный шарик пены, а это что-то вот такое не очень внятное. Во-вторых, средства очень быстро расходуются, то есть вот я ей успела попользоваться, но около даже, мне кажется, месяца не прошло, здесь уже больше половины нет. Что касается именно качества умывания, кстати говоря, здесь пенка хорошо умывает, она хорошо очищает кожу, но она ее дико-дико засушивает. То есть, возможно, она подойдет девушкам с жирной кожей лица, возможно, я не берусь утверждать, что не подойдет. Но девчонкам с сухой кожей, девчонкам с обезвоженной кожей, с комбинированной, склонной к сурхости, даже, наверное, может быть, с нормальной, я бы не советовала эту вещь, потому что она безумно засушивает. Кожа просто скукоженная, отвратительная, чешется, и прям хочется ее сразу намазать, наверное, маслом для обезвоженной кожи. И еще она как-то вот и придает такую неровность, то есть она какая-то красноватого, вот такого непонятного цвета становится, и неровный тон лица становится от этой пенки. Итак, это все на сегодня, ставьте пальчики вверх, если видео вам понравилось, и подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех новостей. И напишите мне, пожалуйста, в комментариях о тех продуктах, которые вам больше всего подходят для обезвоженной кожи, о ваших фаворитах, чем вы спасаетесь в холода. И также, может быть, вы тестировали что-то из того, что я вам рассказала, и как вы относитесь к этим продуктам. Кроме этого, я хотела бы у вас спросить, и чтобы вы мне обязательно писали в комментариях, о том, нужен ли вам какой-то паблик, какое-то сообщество, может быть, группа ВКонтакте, где бы вы могли непосредственно общаться со мной в более, скажем так, интерактивном варианте, чтобы я вам отвечала каждый день. То есть, собственно, была такая же группа, как и у всех нормальных блогеров. Если вам это нужно, если вы хотите, чтобы у меня была такая группа, чтобы я для вас ее создала, развила, чтобы там была информация какая-то интересная, полезная, помимо содержания моих видео. Потому что в видео я не могу снимать обо всем, о чем я думаю, о чем я хочу рассказать, к сожалению, потому что я ограничена и во времени, и не всегда получается, скажем так, набрать материалы на интересные видео. Поэтому, если вам нужна группа, то, пожалуйста, напишите мне в комментариях. И все, всем желаю отличного настроения, хорошей погоды, до встречи в следующих видео, всех целую, всем пока-пока!